Война бесконечности – это великий фильм, особенно учитывая жуткую концовку. Но к этому моменту нас вели целых 10 лет и почти два десятка различных историй. Режиссёры Джо и Энтони Руссо справились со своим заданием на все 100. Это первый фильм киновселенной Марвел, который вообще не оценит неподготовленный зритель. Если вы не следите пристально за франшизой, то не поймёте большинство моментов, которые корнями уходят в другие фильмы. В конце концов, это уже 19-й фильм серии и не мудрено, что вы какой-то из них пропустили или просто не помните, потому что они вышли уже давно. Если вы вышли из кинотеатра в непонятках, не волнуйтесь, мы восполним пробелы и ответим на самые волнующие вопросы. А если не видели Войну бесконечности, то ждите спойлеров. Камень в голове Камень разума, который был имплантирован в голову Вижена, был вторым Камнем бесконечности, который мы видели в киновселенной. Он был спрятан в скипетре Локи в Мстителях 2012-го. Он сменил несколько обладателей и был в разных местах, так что восстановим хронологию. После того, как Локи был повержен Мстителями, Щит конфисковал Скипетр для безопасного хранения. Однако Щит был заражен агентами под прикрытием из Гидры, которые передали Скипетр в руки своему боссу, Барону Штрукеру. Штрукер использовал Скипетр, чтобы ставить эксперименты над людьми и давать им суперспособности. Примерами являются Ртуть и Алая Ведьма. Во время событий Эра Альтрона героям удается захватить Скипетр, отвоевав его у Штрукера. Железный человек понимает, что с его помощью может запитать Альтрона, но, к сожалению, робот выходит из-под контроля и использует Камень Разума, чтобы создать себе новое тело. Герои крадут и Камень, и синтезированное тело Андроида, который, ожив, становится одним из членов их команды. Самое неожиданное камео Как и в других фильмах Марвел, в Войне Бесконечности тоже были камео. Как Стэна Ли, так и других персонажей киновселенной. Самое крутое в нём, что никто не ждёт их появления. Они порой введены для смеха, как, например, Брюс Бэннер и Капитан Америка в Железном Человеке 3 и Торе 2 Царство Тьмы. Но в Войне Бесконечности показывают самого неожиданного персонажа из всех – Красного Черепа. Его появление на планете Вармир перед Гаморой и Таносом было очень крутым моментом, однако половина зала начала перешёптываться в стиле... Эм... Чуа? Красный Череп был главным злодеем Первого Мстителя 2011 года. Он был одержим мощью Тессеракта и хотел использовать его для того, чтобы захватить мир. В конце фильма он берёт в руки синий куб и с ним происходит нечто похожее на Индиану Джонс в поисках Утраченного Ковчега. Луч Лазара отправляет его куда-то в просторы космоса и никто не думал, что мы его ещё увидим. После этого мы про персонажа вообще ничего не слышали до этого дня. Порочные игры с Тессерактом и Камнем Пространства заточили его на долгие годы на Вармире. Джо и Энтони Руссо, обсуждая эту сцену, сказали, что «в этом было больше логики, чем в случайно взятом персонаже» Поэтому появление этого персонажа на Вармире спустя 7 лет на самом деле не является чем-то случайным, как кажется на первый взгляд. Конкурентки По идее, отец должен заботиться об обоих дочерях одинаково, однако Таноса сложно назвать примерным отцом. Он говорит о том, что любит Гамору, но пожертвовал ею ради обладания Камнем Души. Да и вообще он похитил её с родной планеты, где убил половину людей. Возникает вопрос, почему же он не испытывает тех же чувств ко второй дочери, Небуле? И почему надо было жертвовать именно Гаморой на Вармире, если Небула уже была у него в плену? Она же тоже дочей подошла бы для требований Камня Души. Их историю рассказали в Стражах Галактики. Танос воспитывал Небулу и Гамору как конкурентов, а не как дружелюбных сестриц. Он заставлял их постоянно драться друг с другом. Гамора всегда побеждала и каждый раз после такой победы Танос заменял в Небуле какую-то часть тела на кибернетическую, чтобы улучшить навыки воина. Однако и при этом раскладе она не одолела Гамору. Он считал это естественным отбором, потому что Небула всегда была слабее Гаморы, которую он считал своим шедевром. Она стала идеальным воином, и Танос ещё поплатится за это. Он искренне любит Гамору, пусть и в своём извращённом стиле, но никогда не испытывал того же Кнебуле. СМС к Капитану Марвел Сцены после титров неотъемлемы для киновселенной и в основном они расширяют границы вселенной, намекая на следующие фильмы. В Войне бесконечности было то же самое. На Воинах Ваканды демонстративно показали последствия щелчка. Уничтожена половина жизни во вселенной, в том числе и на Земле. Ник Фьюри и Мария Хилл понимают, что происходит и Фьюри вызывает кого-то по космическому пейджеру, после чего тоже рассыпается. Кому он писал в эти минуты? И что это за странный красно-жёлтый символ на экране? Зрители, мало знакомые со вселенной комиксов, не поняли значения этой сцены. Намекала она на Капитана Марвел, которая получит свой фильм в марте 19-го. Про то, как её персонаж впишется в Четвёртых Мстителей мы пока не знаем, но известно, что сольный фильм перенесёт нас в 90-е, задолго до событий всех остальных фильмов. В фильме покажут Ника Фьюри, у которого всё ещё два глаза. Именно этот контекст поможет нам понять, кому написал Ник Фьюри. Он вызвал Капитана Марвел, которая может спасти планету. Где она сейчас и каким образом поможет одержать победу мы не знаем. На этот вопрос нам даже комиксы не помогут ответить. Проблемы с грудью Старка Железный Человек 3 заканчивается сценой, где Тони Старк уничтожает все Железные костюмы и завязывает с Железным Человеком. Его оперируют, удаляя последние остатки шрапнеля из груди, что позволяет ему наконец-то избавиться от арк-реактора, который поддерживал в нём жизнь ещё с первого фильма. Однако Эра Альтрона начинается с того, что Тони Старк снова в костюме Железного Человека и ходит с реактором в груди до конца фильма. Более того, в Войне Бесконечности он тоже носит реактор. Так зачем он ему? Как Тони объясняет волнующиеся Пеппер Поттс в Войне Бесконечности, это уже не тот реактор, который отравлял его кровь в Железном Человеке 2. Это лишь корпус для нового нано-костюма, который он использует в этом фильме. Он до сих пор не может завязать с героизмом, но, во всяком случае, перестал отравлять себе тело радиоактивным шлаком. Где Вонг? Доктор Стрэндж и его напарник Вонг были красиво представлены в открывающей Битве Войны Бесконечности, где они сражаются бок о бок с Железным Человеком и Человеком-пауком против приспешников Таноса Кула, Обсидиана и Эбони Мо. Обоих чародеев представили ещё в первом акте, а Вонг даже получил собственный постер. Так почему же он пропал с радаров после первых пяти минут? Ответ следует искать в фильме Доктор Стрэндж, но вскользь об этом упомянули и в Войне Бесконечности. Их домом является Святая Святых. Подобные здания объединены в сеть и под руководством других чародеев генерируют поле вокруг Земли, которое защитит её от чужеродных вторжений. В каждом таком здании должен быть минимум один чародей. Так как Доктор Стрэндж покинул планету, Железный Человек и Человек-паук улетели его спасать, а Вонг остался охранять планету. Мы не знаем, пережил ли он щелчок Таноса, но он точно сможет защитить Землю от других угроз, пока все остальные Мстители заняты войной с Фиолетовым Титаном. У кого Перчатка Бесконечности? Упоминания про Камни Бесконечности и про Перчатку, которая может сдержать их мощь, появляются ещё в первых фильмах киновселенной. Перчатка Бесконечности, инкрустированная всеми шестью камнями, даёт обладателю бесконечный контроль над Вселенной. Полностью собранную Перчатку со всеми шестью камнями показывают в Зале Трофеев Одина, в первом Торе. Однако, как говорится в Войне Бесконечности, Танос получил Перчатку от Эйтри от гигантского гнома-кузнеца. Ну и как это понимать? Всё предельно просто – Перчатка Бесконечности в Асгарде была подделкой. Это мельком показали в Торе Рагнарёк, когда Хелла входит в трофейную комнату. – Фейк. – Вот эта вещь здесь фейк. Как оказалось, настоящая перчатка действительно у Таноса, и её выковал именно Эйтри. Две перчатки в одной вселенной уже могли вас запутать, поэтому давайте даже не упоминать о том, что третья стоит у Эйтри на станке. Месть Дракса Дракс Разрушитель – это комичный персонаж, которого по сути ввели для разрешения обстановки. Однако его история в киновселенной довольно трагична. Как рассказали в первых Стражах Галактики, его жену и дочь убил жестокий полководец Кри, Ронан. Дракс взял себе имя Разрушитель и посвятил всю свою жизнь мести Ронану. Однако остаётся один вопрос – почему он так злится на Таноса, если убил его семью именно Ронан? Мы ответим. Ронан был побеждён в Стражах Галактики, после чего Дракс узнал, что Воин Кри работал на Таноса всё это время. А это говорит о том, что именно Танос ответственен за смерть семьи Дракса, после чего он концентрирует всю свою месть на Безумном Титане и впадает в бешенство в Войне Бесконечности. Какой ценой? Большинство фильмов киновселенной довольно прямолинейно, но Война Бесконечности изменила всё. Когда Танос завершает свой план и щёлкает пальцами, стирая половину жизни во вселенной, нам показывают его и Гамору в каком-то непонятном месте. Гамора рисуется маленькой девочкой, а локация сменилась в одно мгновение. Так что эта часть запутала всех. Это лишь воображение Таноса? Почему Гамора – ребёнок? Что всё это значит? Было подтверждено, что то, что мы увидели в этом моменте, на самом деле реальность, существующая внутри Камня Души. В комиксах это место называют Миром Душ и населяют его души тех, кого поглотил Камень. Это очень важное замечание и может много что прояснить. Как минимум мы понимаем, где Танос говорил с Гаморой и почему она снова ребёнок. Потому что Танос видит её именно такой. Это объяснение может быть критично важно для следующего фильма про Мстителей. Возможно, Человек-муравей и Оса смогут проникнуть в Камень Души и вытащить всех оттуда, если все, кто погиб, действительно там. А может быть, Капитан Марвел прижмёт Таноса к стенке и заставит его выпустить всех обратно? Что ж, увидим в 2019-ом! Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на наш канал и посмотрите ещё видео, которые, мы уверены, вам понравятся!